Анатолий Концуб В музеях Бобруйска и Могилёва в частных собраниях. Интересный момент такой в школе. Во время на уроках я сидел и рисовал. И новые, когда преподаватели приходили, они начинали мне какие-то замечания делать. А потом оказывается, я рисую, я всё слышу. Меня можно поднять, меня можно встать. Я могу ответить на любой вопрос, но при этом я сижу и рисую. У меня был мой дядя, такой самодеятельный художник. У меня был у моей тёти муж, тоже самодеятельный художник. Я к ним приходил, я смотрел, может, это было толчком. В крайнем случае, когда мой один из дядей писал, я приходил, этот запах, вот сейчас так разбавители, немножко химией пахнут, тогда это олифа, с таким запахом ароматным. Я приходил, я там балдел, для меня это было счастье. Вот художник настоящий. А у него сын мой, ровесник был. И мы брали эти кисти, и на его картине что-то там рисовали ещё. Это было верообложенство. Сам я живёл, родом не из Бавруйска. Я родился в Брестской области, на Полесье, учился в Минске. И вновь 22 года по распределению меня сюда направили, в Бавруйск. Это было в 71-м году. Когда я сюда приехал первый раз, приехал в разведку просто, ещё там оставалось до защиты пару недель диплома, я приехал посмотреть, что это за Бавруйск, я ни разу здесь не был. Это был, конечно, такой странный город. Во-первых, в центре города, на скамечках, сидели люди и говорили не по-русски. Это был совершенно еврейский город, конечно, в те времена. Тогда ещё это оттока не было, это был совершенно еврейский город. Он был какой-то такой немножко своеобразный такой город. Тогда ещё не было этих микрорайонов, этого шинного комбината, это ничего. Это был такой какой-то двухэтажный городок с такой любопытной славой. Я думал, что я два года отработаю и уеду оттуда. Всё-таки друзья там в Минске, все в Минске, в Минске. А потом так получилось, что женился, квартиру дали. И оказалось, что Минск-то рядом. Сел на поезд два часа, и ты в Минске. И выставки ты делаешь в Минске, и галереи там продаёшься в Минске. И в театр тебе нужно попасть, мне нет проблем. Пожалуйста, все премьеры, там, Елизарьева балет я смотрел без проблем. Мои друзья-меньчане меньше смотрят тот же балет, чем я, живя в Бобруйске смотрю. Поэтому оказывается, что вполне нормально. За эти годы, а я уже, смотрите, уже 40, 44 года живу в Бобруйске, я стал коренным бобруйчанином. Копаться в себе надо. Надо немножко быть недовольным собой, надо быть немножко таким. Тогда есть некий момент, недовольство собой толкает работать. А мэтра можно почивать на лаврах. Но, с другой стороны, быть полностью неуверенным в себе тоже плохо. Надо в некотором плане знать, что вот это ты можешь делать, вот это ты можешь делать, вот это ты уже знаешь, вот это ты проходил. Поэтому найти этот грань, когда иногда себя чувствуешь и мэтром, а иногда и никем, и ничем. Я помню на одном из пленеров в Могилеве народный художник Георгий Георгиевич Поплавский был с нами. Он говорил, это я народный художник, он говорил. Пока вот тут я перед вами выступаю, но когда мы подойдем, поставим два отчудника, и я свой, и вы свои, и мы становимся на равных, и никакой они народный. И я тоже могу сделать ошибку, я могу даже запороть, я могу сделать плохо и хуже вас. Я становлюсь обыкновенным художником, когда я беру в руки кисть. Я начинал керамикой заниматься в 70-е годы, мы как бы тогда, у нас была сверху задача сломать стереотип, что керамика это прикладное искусство, это посуда, это чашки, это плошки, это там прочее. Именно наше поколение, это, значит, я, Валера Калкаин, Тамара Соколова, Пайрачный, Приешкин, наше поколение, мы выбили керамику белорусскую с танковое искусство. То есть оно перестало быть прикладным, утилитарным, оно стало поднимать темы, те же, что поднимают темы, скульптура, живопись и прочее. Мы принесли туда тему, принесли туда образ, принесли туда, собственно, то, что называется искусством. Я каждый день прихожу сюда в мастерскую и занимаюсь только живописью. А керамика я теперь занимаюсь 20 дней в году на арт-жижеле у моего бывшего ученика Валера Аркадьевича Калтыгина, который организатор этого пленера. Вот я вспоминаю свою молодость, вспоминаю свою юность и там 20 дней получаю полное удовольствие, занимаюсь керамикой. А так целый год я занимаюсь живописью, и тут уже как бы задачи становятся более серьезные. Там начинаются философские темы, начинаются какие-то... Ну, начинаешь думать, начинаешь пытаться что-то сделать более серьезное. Это не просто эксперимент, не просто игра в красочки, не просто, а просто начинаешь думать, начинаешь соображать, начинаешь через неудачи какие-то выходить на какие-то интересные работы. То есть живешь жизнью такой чисто серьезного нормального художника. Тело коня и мозг человека, понимаете, это какой конфликт. Это ужас какой-то, это с ума сойти можно. Представляете, быть лошадью, конем, в то же время быть со всеми человеческими задатками. Это, конечно, такой вот ужас, наверное, какой-то. Вот, но с другой стороны, это и красиво, потому что сам по себе лошадь, это самое, наверное, грациозное животное, да, из всех таких, не считая, там, маленьких, там, этих котиков, собачек, из крупных лошадь самое грациозное животное. Самое такое какое-то красивое, самое там прочее. И к нему еще, если еще добавить еще ум человека, это, получается, совсем уже совершенство какое-то. Духовный мир человека, он интереснее, чем, например, для меня, в крайнем случае, чем просто мир чечистой природы. Вот, или там, как можно себя найти и в этом. Айвазовский вот всю жизнь писал море, получал удовольствие. Левитан был гений полимерной живописи и так далее. А мне вот кажется, что мне больше хочется писать человека с его внутренним миром, с его взаимосвязями именно с природой, с тем, что сверху у нас, с тем, что вокруг нас. Поэтому отсюда человек на первом месте. Летом много времени провожу на даче, у меня там тоже как бы небольшая мастерская. Там у меня жена разводит, там, сколько там, сотни, десятки сортов юрисов, десятки сортов лилий и прочее, прочее. И мимо них не пройдешь, конечно, и поневоле ты вдруг останавливаешься, ставишь этюдники и начинаешь писать цветы. Потому что они красивые, потому что они любопытные, потому что это кусочек такой чистой живописи, без моих этих тематических заморочек. Они цветы, просто цветы, они ни о чем, они сами по себе философия. Во-первых, рыба, это была символом христианства. Первые христиане, когда они там встречались, они там обозначали рыбу. Память тому, что там Иисус накормил хлебами и рыбой, там, сколько-то там тысяч человек. То есть рыба, это была символом христианства. Когда показать, что им надо возвышенное, что-нибудь такое вот, то, что есть над нами, иногда рыба помогает. Но это не обязательно так. Иногда рыба мне дает, там, в маленькой работе, у меня есть работа, называется «Тишина», где стоит стол, там чашка кофе, деревья. И в деревьях рыба, там рыба просто как тишина, мы же говорим, нем как рыба. То есть рыба как символ молчания. Вот тихо, тише, тише, рыба. Мне подозрительны два вида людей. Это люди пьющие и люди не пьющие. Это вот мне всегда возникает подозрение. Пьющий человек, это понятно, ну как же можно, надо жить, надо работать, надо семье время уделять, надо творчеству время уделять, надо жить. И алкоголь в этом, конечно, враг этому всему. Вот. Но человек, который совершенно не пьет, это уже подозрительный человек. Ну как, с ним и поговорить негде, и не о чем, и прочее. Вот. Поэтому я вполне отношусь разумно, я человек компанейский, я всегда на пленэрах. А пленэры, это когда съезжаются художники, там, с пяти-десяти стран, когда каждый приносит свои книги, свои буклеты, свои разговоры, свои темы, прочее. И тут вот с хорошим вином, за хорошим столом посидеть, это же самое удовольствие, это самое вот то, что нужно. Вот. Красное, хорошее вино. Мне нравится, во Франции была выставка, в которой я участвовал, называлась «Мир, вино, искусство». Хорошее название. В Шанхае была, как раз там проходил саммит глав государств азиатских. Они сделали очень большую выставку, называлась «Гармония Азия». Это были 65 художников из 35 стран. Тоже был жесткий довольно отбор, тоже послал работы, тоже они отбирали. Вот. И по итогам этой выставки они произвели награждение. Они наградили 8 художников бронзовой медалью, из них там 4 китайских художника, 4 иностранных художника бронзовой медали получили. Было 4 серебряных медали, из них 2 китайским художникам дали, 2 иностранным художникам. И были вручены 2 золотые медали. Одну получил китайский художник, а вторую получил я. И китайцы мне сказали, что это медаль из чистого золота. Я им очень не поверил, а потом мне говорят, я приехал сюда в Бобруиск, мне сын сказал, что я узнаю у ювелиров, те сказали, что да, это золотая медалина и золото. Вот так и стал владельцем кусочка золота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К своим, быстрее в свою мастерскую и так далее. Ты себя нормально чувствуешь дома. Другое дело, что мы немножко были в свое время обделены тем, что мы только дом и знали. И только вот я последние лет 10 друг начал ездить по всему миру и там, и там, и там, благодаря этим китайским программам, благодаря пленэрам, которые меня еще попутно приглашают, и в Сербию, и еще там, и в Россию. Ну, то есть я еще, кроме этого, по другим пленэрам езжу. Вот, и только последние годы я очень много езжу, и это то, что должно еще сопутствовать. Вот человек должен жить у себя, любить свою родину, свою страну, свой город, свою улицу, свою семью, и иметь возможность в любой момент поехать, куда он хочет. Я, который в детстве помнит такие пакефоны, вручную крутившиеся, вот, а уже не говорил, чтобы радиолы эти с пластинками наверху, это вообще была заоблачная мечта. А телевизор я вообще впервые, там, в 15 лет увидел, там, это, и вдруг, это ты приходишь домой, нажимаешь на кнопочку, и ты знаешь, что во всем мире делается. Где там кто-то в Соединенных Штатах чихнул, а ты уже, у тебя уже на Фейсбуке это обозначилось, а там где-то проходит, там, такой-то, там, симпозиум, а ты там, как бы, уже все фотографии видишь, и все видишь, на какой стадии у них, как там, вот он вчера слепил, а сегодня он сушит там свою керамику, а ты это видишь у себя дома. Это же чудо какое. Я хочу, чтобы мои близкие были живы-здоровы, я хочу, чтобы у меня хватило сил и жизни, и лет написать еще все то, что я хотел бы написать. Я хотел бы, ни в коем разе не сравнивая себя с великим Хакусаем, у того есть мне прекрасные цитаты, когда он сказал, что я до 60 лет только учился, а потом в 70 лет уже постиг все, что есть, в 80 лет я напишу замечательные картины, в 90 лет я напишу прекрасные картины, в 100 лет я напишу, там, это гениальные, а в 110 это будет само совершенство. Конечно, Хакусай прожил не 110 лет, он прожил 90 лет, но он все-таки создал, я хотел бы, чтобы у меня был некий запас времени, чтобы я еще что-то поработал, пописал, поэтому это самые обыкновенные, чисто человеческие планы. Целый день работал, работал, потом отставляешь работать, смотри, боже мой, как плохо написал, и ты берешь мастихин и все снимаешь, и ты целый день с утра до вечера работал, и потом за 5 минут все-все сцарапал, и ты идешь по дороге злой, и ты приходишь домой ни с того ни с сего, что там на жену, на жену там это рябкнул, и я потом говорю, боже мой, зачем это я делаю, это же глупости, это же, часто придешь и напишешь, и все будет нормально, и все будет хорошо, когда гармония-то есть, тогда, по-моему, и счастье есть. Субтитры создавал DimaTorzok